Человек может заблудиться, человек может перепутать, он может оказаться в чужой квартире или, как мы знаем из классического фильма, даже в другом городе. Это невероятное совпадение. Вот невероятное. Он тоже живет. Третья улица, строители, 25. 25. Квартира 12. 12. Но только в Москве. А сегодня мы расскажем потрясающую историю о том, как человек перепутал страну. И до сих пор этого никто не заметил. И это не просто человек, а высокопоставленный телевизионный чиновник. Он находится рядом с Владимиром Владимировичем Путиным во все ответственные моменты. Он берет все самые важные интервью. Он задает самые непростые вопросы. И все это время наш герой, находясь вот в самом центре кремлевской политики, был там просто случайно. Он просто перепутал страны. Наш мини-сериал «Пропагандисты» продолжает легенда российской политической журналистики замгендиректора холдинга ВГТРК Сергей Брилев. Здравствуйте. На канале «Россия» большие вечерние вещи в субботу будут. Он не нуждается в представлении. Последние 17 лет Брилев работает ведущим новостных передач. Кроме этого, вы, конечно, помните его ежегодные прямые линии с Путиным. Брилев комментировал все путинские инаугурации. И победа Путина сразу уже в первом туре. 77% избирателей отдали свои голоса за Владимира Путина. Так мы завершаем прямую трансляцию из Кремля церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России. Трансляцию провели Екатерина Андреева и Сергей Брилев. Он ведет всевозможные форумы, регулярно берет интервью у самых высокопоставленных чиновников. А еще у него есть специальное еженедельное вечернее шоу, где он и автор, и ведущий. И за это шоу он, между прочим, в этом году получил ТЭФИ. Интрига, пауза, конверт, подгул оваций. На сцене появляется Сергей Брилев. Такого ТЭФИ не получалось с 2002 года. Телепропаганда от Сергея Брилева – продукт гораздо более изысканный, чем то, что мы привыкли видеть. Петя! А, хуйна! Превратить США в радиоактивный пепел. Нашняя вещь. Двух человек сожгли во Львове за то, что они не встали на колени. А потом взяли маму, привязали до танка без сознания и по площади те круги провели. Брилев не кудахчет в эфире. И когда ему говорят, а что, сверкнуть власть, сверкнуть власть. Говорят, а потом что? Не знаю. Он не несет откровенную безумную чушь, как другие. Из московского цирка еще много чего. Да, у меня бабушка, блять, украинка, и дальше что? Хватит орать, а то сейчас накормлю. Вот ты сейчас лучше меня не бейти. Какой-нибудь флаг с тебя сниму и повешу за галстук. Ты что меня просырешь, друг мой? Я же тебе сказал сидеть. Он обрабатывает ту публику, которой противно смотреть Соловьева и Киселева. И тех, кто устал от такого агрессивного формата. Секрет нашего героя в том, что в его передачах вообще нет плохих новостей. В его передаче только хорошие новости. Россия в новостях Брилева полна перспектив и позитивных ожиданий. Чиновники — приятнейшие люди. Губернаторы — любимцы народа. Ну и, конечно, источник всего этого света и теплоты — Путин. Пара примеров. Возьмем только самые топовые новости, которые, казалось бы, вообще нельзя игнорировать. Ну вот очевидное — повышение пенсионного возраста. Грабительская пенсионная реформа — у него трансформация пенсий. Сидя с чиновником, утверждающим пенсионный бюджет, они обсуждают рост. Рост пенсии. Понимаете? Мы видим сейчас, что у нас на полтриллиона расходы пенсионного фонда увеличиваются. И это даже с учетом тех трансформаций, которые одобрены вот этой неделе. Конечно. Кстати, сразу хочу сказать, чтобы не было опять спекуляций. В этом выпуске Брилевской передачи, вышедшем на экраны через два дня после принятия закона о повышении пенсионного возраста, тему пенсии обсуждали меньше трех минут. И больше времени в этом же выпуске потратили на обсуждение концерта Николая Баскова в Кремле. Протесты против пенсионной реформы Сергей Брилев вообще не увидел. Десятки тысяч людей вышли на улицы во всех крупных городах страны. А в выпуске за соответствующую неделю у Брилева Татьяна Голикова, автор этой пенсионной реформы, и она красит забор на субботнике. Вместо разгромного проигрыша единороссов на выборах в регионах, в том числе в Приморье, Брилев, находясь вот там, в этот момент, во Владивостоке, говорит не с кандидатами на пост губернаторов, а с президентом Монголии. Есть проблемы между Японией и Кореей, между Кореей и Китаем. А помните, недавно была неделя, очень богатая событиями. Там и на космической станции обнаружилась дыра. Курс евро вырос до 80 рублей, и постоянно были новости о зверских пытках в российских колониях. А в своей передаче Сергей Брилев 12 минут поздравляет с днем рождения олигарха Усманова. Кстати, тоже необычная деталь. В кабинете Усманова портрет его мамы. Одна из октябрьских недель. Событие. Рекордное снижение рейтинга Путина. Раскрыт еще один сотрудник ГРУ из скандального дела Скрипаля. Глава Конституционного суда Зорькин хочет переписывать Конституцию. И совершенно беспрецедентные происходят протесты в Ингушетии. Ну, есть о чем рассказать в новостной итоговой передаче, верно? Я вам вот сейчас быстро перескажу выпуск Брилева за ту неделю. Первый сюжет. Путин провел Совет Безопасности. Второй сюжет. Путин с Лукашенко едят драники и блины в Белоруссии. Потом они пьют воду из родника. И третий сюжет. Путин и Медведев нюхают яблоки и обсуждают сельское хозяйство, которое, вы не угадаете, встало с колен. Ну и так, кто бы думал, но сельское хозяйство вновь стало в России модным. Если еще недавно молодые люди мечтали устроиться либо в Газпром, в Роснефть, либо в чиновники, то сейчас ведь все больше их стало идти в агрохолдинги. Рассвет сельского хозяйства обсуждали шесть минут. Еще семь минут обсуждали выход России из Совета Европы. Потом еще столько же обсуждали отставку американского представителя в ООН Ники Хейли. Очень подробно изучили ее биографию. Спасибо большое. Между сюжетами втиснулась и настоящая новость о том, что россияне теперь могут ездить без визы в Суринам. Что, по словам Брилева, сенсация. Подписано соглашение, согласно которому россиянам больше не нужны будут визы в южноамериканское государство Суринам. Пропагандист Сергей Брилев просто полностью подменяет настоящую новостную повестку, а вместо нее предлагает свою, фальшивую. Это такое журналистское шулерство. Отвлечение внимания. Такая же пропаганда, ну просто чуть более изящная. У Брилева не сбивают самолеты. У Брилева не протестуют десятки тысяч людей. У Брилева нет коррупции, нет бедности, нет войны. Беря длинное интервью у Медведева, по итогам шести лет работы, Брилев спрашивает его не про дворцы и даже не намекает никак на коррупционные обвинения, а восторгается способностью Дмитрия Анатольевича запоминать много цифр. Я пришел к вам на интервью и так вот себе все-таки составил вопросы. А вы на них отвечаете, у вас вот нет ни компьютера, и поверьте, зрители, здесь нет никакого суфлера. И вы, тем не менее, помните вот эти все вот цифры. А каково это вот вообще вот, держать вот эту огромную экономику в голове? Ну это интересная, большая работа, интересная задача. Но больше всего мне нравится, как искусно Брилев обращается с плохими новостями. Ну то есть те, которые совсем невозможно упомянуть. Он их упоминает, но весьма в такой своеобразной манере. Когда журналисты выяснили, что Путин соврал на весь мир, и российские граждане, обвиняемые в причастности к убийству в Британии, вовсе не гражданские. Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Они гражданские? Не слышу. Гражданские? Гражданские, конечно. А кадровые разведчики? Мы, наконец-то, видим их лица на экране за ведущим. Ну и вот нам кажется, вот сейчас, вот сейчас, наконец-то, он об этом расскажет. Смотрим. В Англии, да, продолжали появляться все новые данные по делу Петрова и Баширова. Ну, мимо не пройдешь, но если начать пересказывать все изложенные новые сведения и версии, ну вот мы попросту сорвем программу. И вы знаете, с чем нам автор программы предлагает ознакомиться вместо шпионского скандала? Тут Брилев превзошел сам себя. Но никак не меньшей сенсацией в Лондоне стала и другая съемка. Сейчас вот из машины появится американская актриса Меган Маркл, которая вышла замуж за принца Гарри. И хоть она и новая испеченная герцогиня, но сама закроет за собой дверь. Мелочь, но по количеству просмотров эта съемка в лидерах. Меган Маркл сама захлопнула дверь машины. Браво, Сергей. И именно в такие вот моменты мы начали понимать. Брилев просто перепутал страны. Реальной жизни нашей страны в его новостях нет, потому что это и не про Россию новости, а Брилев не российский ведущий, ну, наверное, случайно оказался в этой студии. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. И мы, фонд борьбы с коррупцией, поняв, что Сергей Брилев заблудился в этом огромном мире, начали пытаться ему помочь и начали искать его родину. Настоящую родину. Богатую страну с хорошей инфраструктурой, высокими доходами населения и достойными пенсиями. Ну, то есть такую страну, о которой всегда и говорит Сергей Брилев в своих новостях. И герцогиня Меган Маркл, за которой обожает следить этот путинский телевизионщик, подсказала нам, что делать. Забиваем фамилию Брилев в публичную базу британских юридических лиц. Находится единственное совпадение. Лондонская фирма некой Ирины Брилевой. Это жена Сергея Брилева. И какая удача! Прямо там, на этой же странице указано место жительства Великобритания. Дальше мы просто гуглим, находим, что некая Ирина Брилева подписывала петицию против сокращения бюджетов в лондонском округе Хаун-Слоу. Как интересно. Вот вы подписывали петицию об округе Хаун-Слоу. И я нет. А вот Ирину Брилеву этот вопрос интересует. И только мы подумали о том, что вообще-то такую петицию каждый может подписать, как обнаружили фото супругов Брилевых как раз в этом округе. И там стоит геометка. Район Чизик. Так, теперь давайте просто попытаем судьбу и забьем в гугл Брилева Чизик. Ну и вот, вторая ссылка. Ирина Брилева, владелица доли в управляющей компании многоквартирного дома. Я специально вам так подробно рассказываю все эти шаги, чтобы вы понимали, это не Шерлок Холмс, не Джеймс Бонд и не ФСБ расследовали. Абсолютно все это открытые источники, да еще и находящиеся по второй ссылке в гугле. Но дальше будет поинтереснее. Конкретную квартиру Брилевых в Лондоне мы находим просто перебирая все квартиры в доме, которым управляет фирма, где у нее доля. Вот этот дом. Симпатичный такой район, прекрасный, благополучный запад Лондона. С темзой, парками недалеко от аэропорта Хитро. А вот выписка на квартиру. Собственница Ирина Александровна Брилева. Дата покупки 22 февраля 2016 года, накануне Дня Защитника Отечества. Цена 700 тысяч фунтов. Миллион долларов. В этой же выписке указано, что квартира куплена без займов и без ипотеки. Это, ребята, важный момент. Брилев ведь даже не притворялся никогда, что занимается бизнесом. Ну, в отличие, например, от Владимира Соловьева. Деньги все время в нашей индустрии существуют. Брилев работал только журналистом. На государственном телевидении. Жена его тоже бизнесом не занимается. Работает в семейном НКО. То есть занимается общественной деятельностью. Тем не менее, на их счете нашелся миллион долларов наличными, за которые они умудряются купить себе квартиру в Лондоне. Но опять же, самое интересное у нас все еще впереди. Знаете, что это за талмуды такие на картинке? Эти невзрачные книги – источник бесценных для нас с вами знаний. Это списки тех, кто имеет право голосовать на выборах в Великобритании. Иными словами, подданных Соединенного Королевства. Открываем нужную страницу. Ну, это сейчас мы ее так просто открываем. А на самом деле, чтобы ее найти, нам понадобилось несколько дней непрерывной работы. И видим. Еще в 2001 году некто Сергей Брилев и Ирина Константинова, это девичья фамилия жены Брилева, зарегистрированы как избиратели в районе Ноттинг-Хилл. Еще в этой части Весминстра есть, пожалуйста, санкт-петербургские конюшни. Ну, на непонятное переделанное жилье. А вот там дальше – православный храм. И таким образом, мы наконец-то находим настоящую родину государственного телепропагандиста Сергея Борисовича Брилева. Поздравляю вас! Человек, 17 лет сидящий рядом с Путиным, ведущий его прямые линии и еженедельно рассказывающий нам о том, как хорошо живется в путинской России, официально подданной ее величество королевы Великобритании и Северной Ирландии. Ведь по британским законам в списках избирателей может быть только подданный Британии или гражданин стран Британского Содружества, или гражданин Европейского Союза. Но с учетом обстоятельств у супругов Брилевых явно британское подданство. Понятно, почему он так шокирован тем, что герцогиня Сассекская, Меган Маркл, сама закрыла за собой дверь автомобиля. Это же его герцогиня. Это новости его королевской семьи. Прочувствуйте, пожалуйста, этот момент. Телевизионный чиновник, пропагандист, замгенерального директора ВГТРК, получающий зарплату из ваших налогов, ведет путинскую инаугурацию. И именно этот человек давал следующую клятву, когда принимал подданство Британии. Я буду верным и преданным ее величеству королеве Елизавете II и ее наследникам. Я буду хранить верность Соединенному Королевству. Классно. Настоящий путинский патриот, просто образцовый. Это деятель, подданный Британии. Ответственный избиратель в Британии в 2016 году, когда в России кризис, доходы падают, население нищает, покупает себе еще там квартиру за миллион долларов. Но каждую субботу он приезжает к нам в Россию, чтобы рассказать, как тут хорошо живется. Что тут не грабят пенсионеров, а наоборот повышают им пенсии. Что тут не растут цены и не снижают зарплаты, а наоборот жизнь становится с каждым днем лучше благодаря Владимиру Владимировичу Путину. И сам Владимир Владимирович доволен. У него на зарплате прекрасный лжец и лицемер. Смущает ли его то, что вот его прямые линии ведет подданный Британии? Надо спросить у самого Путина. Но думаю, что нет. Вся власть Путина построена на лжи. Ну почему же он должен быть расстроен такой ерундой? В конце концов, что делает Путин и его окружение? Они крадут деньги в Россию, а потом выводят их за границу. Ну так Абрилев что делает? Соврал вам с экрана, получил за это в кассе денег и уехал домой к своей королеве по делам округа Хаунслоу. Это образцовый путинский чиновник, поэтому он и ведет всякие прямые линии и прочие инаугурации. Я думаю, что вы, те, кто смотрит мой ютуб-канал, не так часто смотрите передачу Сергея Брилева, но есть те, кто ее смотрит, и их очень много. Потребители этой пропаганды миллионы. И мы с вами можем сделать так, чтобы очень много людей каждый раз, когда Брилев снова начнет продвигать свои несуществующие хорошие новости, не верили ему, а говорили, заткнитесь, сэр. Блять. Распространите этот ролик среди всех своих знакомых, особенно среди тех, кто смотрит телевизор. Поддерживайте фонд борьбы с коррупцией, не верьте лживым путинским пропагандистам и подписывайтесь на наш канал «Здесь говорят правду». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok